Наш план для Ульяновска 5 тысяч подписей собрать. Города миллионники 7,5, на полумиллионники по 5 мы ставим задачу. Сейчас у нас здесь собрано около 2,5 тысяч подписей. Соответственно, штаб займется их проверкой и подготовкой к оформлению. А волонтерам и агитаторам предстоит найти еще 2,5. Но судя по тому, что мы видели сегодня, эта задача будет не выполнена, а блестащий перевыполнена. У нас очень сильный здесь штаб получился. Если вы видите, помещение у нас хорошее в центре города, волонтеров пришло очень много. На самом деле, одно из рекордных открытий. Мы когда 3,5 месяца назад открывали первый штаб в Санкт-Петербурге, который все-таки в 10 раз больше Ульяновска, и пришло 250 человек волонтеров, все ужасно удивлялись и говорили, надо же, ничего себе, не только в пределах Судового кольца, а вот в Санкт-Петербурге приходят какие-то люди, волонтеры Наварда. Вы видели, что сегодня пришло больше людей в Ульяновске, и это, собственно, показатель того масштаба и размаха, который наша компания за эти месяцы сумела набрать. Если мы этот темп не потеряем, а у нас, я уверен, все для этого есть, и мы его не потеряем, то у нас все получится. И не только собрать 300 тысяч подписей, мы и миллион подписей соберем, но и мы, конечно, рассчитываем просто на победу на выборах. Потому что такого волонтерского движения, такой агитационной мощности ни одной другой политической силы в России нет. Надо людям немножко в себя поверить, они начнут агитировать, у них что-то будет не получаться, всегда что будет на подхвате, будет помогать это делать, а потом, когда разойдутся и поймут, как это вообще делается, такая политическая работа в полях агитационной, они просто увидят, что нет ни одной другой силы, которая может с ними соревноваться. 100 тысяч волонтеров сейчас, к концу кампании будет 300 тысяч, но 100 тысяч волонтеров могут за ней раздать 10 миллионов листов. Это в два раза больше, чем это, то это самая рейтинговая программа Первого канала. То есть мы можем реально донести нашу точку зрения, нашу программу до большинства избирателей. Мы знаем, что наша программа поддерживается большинством избирателей, поэтому мы обязательно победим. Организационно Дмитрий Шестаков руководит нашим Ульяновским штабом, где Дмитрий уже решает какие-то орг-вопросы. Штаб работает с 11 до 20 каждый день, и вот он нужен для того, чтобы, собственно, волонтеров координировать, агитации их всех учить, помогать им организовывать агитацию, подписи собирать. Хорошо, друзья, что вы пришли. Отлично мы открыли штаб, я очень доволен, и мне радостно сегодня быть в Ульяновске, я здесь первый раз и счастлив. Потому что какое количество волонтеров, какое эмоционально все прошло. что наша компания отлично ложится на все проблемы ульяновска. Тут я могу сказать, к сожалению, потому что вот все проблемы, которые есть в России, начиная от невысокого уровня оплаты труда и очень низкого уровня оплаты труда до дорог. Вот здесь просто можно хрестоматийно показывать. Здесь можно просто, опять же, хрестоматийно и очень убедительно рассказывать, что вот же он промышленный потенциал. Это же не сельскохозяйственный регион исключительно. Вот огромные промышленные предприятия и люди, которые работают на этих промышленных предприятиях, которые, в общем-то, должны получать существенные деньги. Когда мы слышим, что на ульяновском заводе человек на конвейере получает 15 тысяч рублей, это и возвращает нас к вопросу о том, почему в России все так устроено несправедливо, о том, почему несправедливо распределяют национальные богатства, о том, почему мы не можем ввести минимальную оплату труда, которая существует во всех развитых странах, хотя бы на уровне 25 тысяч рублей. Поэтому я уверен, во-первых, что все пункты нашей программы, они действительно имеют резонанс с мнениями, идеями жителей. А во-вторых, у нас достаточно здесь людей, достаточно волонтеров, для того, чтобы на сейшем месседжи донести. Ну, вы сами мне скажите, приедет какой-то другой политик, соберет такое количество волонтеров? Сомневаюсь, потому что никто реальных избирательных кампаний не ведет, никто реальной политикой не занимается. Мы ей занимаемся, и поэтому мы уверены, что это нас в победе приведет. Спасибо большое, я готов ответить на вопросы. Не забывайте представляться, как вас зовут, издать. Сергей Титов, газета «Коммерсант». Да. Вы говорите, что уверены в победе, да? Конечно. Скажите, как вы считаете, а дадут ли вам победить? Если не дадут, то какими методами? Ну, мы знаем методы этой власти. Каким образом она никого не пускает на выборы, каким образом она мешает кому-то победить. Они не допускают, безусловно, и попытаются не допустить и меня, хотя по Конституции у меня есть все права участвовать на выборах. Они будут фальсифицировать выборы. В Ульяновской области это тоже проблема. Конечно, не такая проблема, как в Мордовии, с которой мы приехали, где идет тотальная фальсификация, но мы намерены обучить, подготовить, направить на избирательные участки не меньше 100-х тысяч очень хорошо подготовленных наблюдателей. Поэтому мы отлично знаем, что этой власти есть что терять. Конкретно мы этим людям есть что терять. Они не хотят потерять те самые миллиарды, и не хотят потерять абсолютную власть. Поэтому они будут сопротивляться, но мы уверены в победе, потому что знаем, что сможем сагитировать большинство людей, проголосовать за нас. Спасибо. Мужчина, у вас есть много молодых волонтеров. Вы думаете, что это тяжело, чтобы получать волонтеров-победы, которые смотрят тренировки? Мы не видим такой проблемы совсем, потому что есть, безусловно, факт, что волонтеры в основном это молодые люди. Но у всех этих молодых людей есть родители, есть бабушки и дедушки. У нас есть практический опыт такого рода, потому что когда была московская компания, в которой я участвовал, мы проводили даже специальные исследования, которые показали, что те 30% голосов, которые я получил в неочередной компании, экстренной компании, это были голоса пенсионеров. Хотя молодежь тоже, волонтеры тоже в основном были молодежь. Мы отлично знаем эту ситуацию, и волонтеры наши тоже ее отлично понимают, поэтому в основном, конечно, они будут агитировать тех людей, те группы, которые больше ходят на выборы, пожилых людей в том числе. Да, пожалуйста. Альтей, а как вы думаете, к чему готовятся вашим волонтерам? Наверняка будут зажимать их там, я не знаю. Им готовятся к победе нужно волонтерам. Никто их не будет зажимать. Но смотрите, мы прекрасно сегодня открыли вообще без проблем штаб. У нас замечательное помещение в центре города. Мы знаем, что власть нас очень сильно не любит. Мы знаем, что она будет строить различные козни. Но с большими группами людей с ними сделать ничего невозможно. Но вы знаете, у вас же прошел здесь митинг 26 марта. Власть его пыталась запретить. Ну а что сделать-то? Ну полу-Ульяновской что ли арестовать? Ну арестовать 500 человек, чтобы завтра пришло 5500 их родственников под здание администрации сделать невозможно. Они, конечно, будут пытаться запугивать, будут морочить голову в школах, в институтах и так далее. Но в целом сделать с этим ничего нельзя уже сейчас. И мы видим, что люди не боятся. И мы видим, что люди понимают, как это важно участвовать в политике, даже несмотря на угрозы, потому что перспектив других нет совсем. Когда эта власть уже за 18 лет продемонстрировала, что она ничего хорошего не принесет, люди даже готовы с небольшим уровнем угроз и рисков во всем участвовать. Дарик Смешник, Семистра Онлайн. Скажите, пожалуйста, координатор штаба Навального в Ульяновске у него были некие проблемы с налогами. Какие? Да, он административно дисквалифицирован. Да. Это ваша реакция. Наша реакция. Давайте, я об этом не знаю. Я доверяю Леониду, который назначает начальников штабов. Только я вам хочу сказать, что президент Трамп трижды банкротился. Был трижды официально признан банкротом. И ничего страшного. Поэтому я знаю, что наш начальник штаба, это законопослушный человек, разные ситуации в жизни бывают. По крайней мере, когда я смотрю на российское правительство, которое просто состоит из, не знаю, коррупционеров, жуликов, бандитов и убийц. Я знаю, что все в наших штабах точно в миллион раз лучше. Мы выбираем... А еще один вопрос, секундочку. Алексей, о Георгии Кузнецов, Ульяновской оправдой. Скажите, пожалуйста, если бы выборы были завтра, на какой процент голосов в Ульяновской области вы рассчитываете? И, соответственно, на какой процент голосов вы претендуете в 2018 году? Мы ведем же настоящую избирательную кампанию. Никому не хочу морочить голову. Я на самом деле, и мы все на самом деле, эти волонтеры, которые не просто бесплатно, а еще и финансируют. Сейчас я договорю. Они борются за победу. Я борюсь за победу. Вы понимаете, цифры? Я же не политолог. Я кандидат. Поэтому я говорю в Ульяновской области, как и во всей остальной России. Мы рассчитываем набрать большинство и победить в первом или во втором туре. Цифры вам расскажут политологи. Но мы же здесь открыли штаб для того, чтобы ситуацию менять. И мы ее будем менять. Мы будем эти цифры зарабатывать до тех пор, пока не выиграем. Мы в Москве дошли от 3 до 30% за 2 месяца кампании. Сейчас у нас год впереди. И что вы рассчитываете? Именно Ульяновской области. 51% по минимуму. 51% мы наберем, конечно. Еще. Алексей Анатольевич, в том случае, если вас все же не зарегистрируют, то в качестве кандидата, то что будет с этими волонтерами, что будет с этими штабами, какие их функции будут зарегистрировать? Если меня все же незаконно не зарегистрируют, я надеюсь, что российская газета выйдет с огромным материалом на первой полосе. Навального незаконно не зарегистрировали, и все люди, и волонтеры, и штабы выйдут на улицы, и на следующий день российская газета все-таки выйдет с материалом Навального, все-таки зарегистрировали. Потому что, ну вот меня нельзя зарегистрировать по закону, по конституции, по справедливости. Я имею право участвовать в выборах? Имею. Есть достаточное количество людей в России, которые против борьбы с коррупцией. Более чем достаточно. Поэтому мы не рассматриваем такой вариант вообще. Конечно, я буду зарегистрироваться. Алексей, детай от немецкой газеты. Как вы оказались в Ульяновске? Мы рады приветствовать вас в этом городе. Вы говорили, что вы не популист. Вы говорили, что вам не мешают националисты. Как вы определяете свою политику? Как немецкому читателю объяснить, что за политика у Алексея Навального? Немецкому читателю нужно сказать, что Алексей Навальный приехал в Ульяновск. И в Ульяновске ему сказали, что зарплата здесь в перегоне на евро, наверное, около 250 евро. И Алексей Навальный, как и все жители Ульяновска, понимают, что невозможно жить в 21 веке за эти деньги. Алексей Навальный понимает, что вот оно авиастроительное предприятие. И вот оно, автомобильное предприятие. И когда Алексей Навальный здесь, в Ульяновске, сравнивает зарплату немецкого рабочего на конвейере автомобильного завода и российского, и видит разницу в десятки раз, и я, и все жители Ульяновска понимаем, что это несправедливо и неправильно. Ни я, ни жители Ульяновска не рады тому, что российские олигархи похищают деньги, инвестируют их на Запад. Ни я, ни жители Ульяновска недовольны тем, что из России идет экспорт капитала и коррупция, в том числе в Германию. А немецкое правительство молчит, вместо того, чтобы арестовывать всяких жуликов, чиновников российских, их счета, соблюдая свои собственные немецкие законы. Поэтому, к сожалению или к счастью, в России невозможно провести эти идеологические градации. Все эти термины националисты, левые и правые, они здесь просто не имеют смысла. Они реально просто не имеют смысла. Никто не может самоопределиться, потому что политика в России это какой-то хаос, которым вот царят коррупционеры. Мы с этими коррупционерами боремся и пытаемся построить нормальное европейское государство. Так и напишите, честное. Не буду продолжать вашу риторику. Тем не менее, когда вы придете к власти, кто сможет гарантировать, что вы не так же не сядете на бюджетную сумму, на бюджетные потоки? И не продолжите просто то же самое, просто сменится лицо. Отличный вопрос. Давайте подумаем. Готовы ли ваши издания просто поверить моему обещанию? Наверное, нет. И это было бы неправильно. Потому что нельзя просто верить обещаниям политикам. Гарантии такого рода будут установлены через политическую конкуренцию, через изменения. Значит, люди, которые здесь собрались, независимый парламент, который объявит импичмент коррумпированному президенту, независимые СМИ, российская газета, которая не будет писать то, что ей говорит правительство, которая будет писать все, что она хочет. Значит, она будет бичевать коррумпированного президента так, как бичую я сейчас. Понимаете, СМИ-то не бичуют в основном, а я бичую. Ну так все в прекрасной России будущего СМИ будут свободны и будут бороться с любыми коррумпированными чиновниками. И это является главной гарантией. Конечно, сменяемость власти. В России не должно быть президентов, которые сидят по 17-18 лет у власти. Это просто политическая аксиома. Власть должна сменяться, и тогда она может улучшаться. Друзья мои, давайте, есть еще вопросы от ульяновских СМИ? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вы намерены свою поддержку как-то объединить еще другие какие-то оппозиционные силы? И вообще, как вы думаете, почему... Всех объединю. Отличный вопрос. Почему правы никак не хотят объединить? Несмотря на то, что мной будет возмущаться немецкое радио, я безусловно постараюсь объединить себя вокруг левых, хоть они напишут, что я левый популист, правый, что они, хоть они напишут, что я правый популист, центристов, либералов, что хоть они, ну, они не будут ругать либералов, да. Несмотря на то, что это немецкое радио, газета, извините. Если у вас есть положение сделать так, чтобы, ну, Алишер Усманов платил налогов немножко больше, чем вы, да, то он получит сейчас столько же или даже меньше. И это немного несправедливо. И поэтому и правые, и левые, и кто угодно, они будут объединяться вокруг нас, если они действительно независимы. Друзья мои, уже почти темно, я очень хочу посмотреть на Волгу, отпустите меня. Нет, давайте отпустим. Можно прямо еще один вопрос. Последний, только говорите, откуда вы. Клинин относится. Клинин относится. Семь вертик. Да, и вообще, нужно ли переименовать Ульяновск? Вопросы переименования, вопросы выноса там из Мавзолея и всего остального, это вопросы референдумов. Я за народовластия. Вот, когда я буду президентом в прекрасной России будущего, президент не будет иметь прав сюда позвонить Ульянов и сказать, переименовывайтесь в Симбирск или во что-то другое, в третье. Вообще, мне потому что возьмут здесь руку и скажут, что это не твое дело, иди отсюда. Алишер Усманов скажут, что пу на тебя. Потому что референдум, как референдум решит, так оно должно, я знаю, что есть разные споры на эту тему. Есть более сложные проблемы, да, Волгоград, Сталинград, референдум. Местные жители сами решают, как называется их город, и никто из Москвы им ничем не командует. Спасибо огромное, я очень рад, спасибо большое, ребята, нам нужно уже просто сворачиваться. Я очень рад вас видеть и со всеми поговорить. Спасибо. Спасибо, что пресс-конференция оказалась меньше, чем сэн и свечи. Алишер Усманов дам ответ, он вам очень понравится всем. Я надеюсь, что газета «Коммерсал» напишет о моем ответе. Но ответ совершенно точно не напишет. Спасибо большое. Спасибо.